И в завершении выпуска постоянная рубрика «Свободный микрофон». На этот раз наш корреспондент Мария Кузьмичева вышла на улицы города, чтобы узнать, что предпочитает нынешняя молодежь. Откладывать деньги или тратить их на впечатление? Смотрите далее. Центробанк России бьет тревогу. Его представители утверждают, что склонность молодежи к тратить денег на путешествия и развлечения создает риски для пенсионной системы. Это касается молодых людей от 18 до 38 лет. А давайте узнаем у самой молодежи, на что они тратят свои сбережения. Как вы расставляете приоритеты? Потратите деньги на впечатление или же обустроите свой быт? Я обустрою свой быт, потому что я, как бы так сказать, домашний человек. И я считаю, что тратить на развлечения – это бесполезно. Я бы обустроил свой быт чуть попозже. Сейчас, пока в силу своего возраста, я бы на впечатление потратил. Ну, допустим, если у меня была бы семья, то я бы потратил, конечно, на обеспечение своей семьи и так далее. Но пока что у меня нет такого бремени тяжкого, поэтому я потрачу на развлечения. У вас остаются свободные деньги? Да, я стараюсь рассчитывать свой бюджет рационально. Только временами. В основном, они, конечно, тратятся. Немного. А на что вы их тратите? По-разному. Обычно, чтобы отдохнуть, расслабиться. Жизнь – такая тяжелая штука в наше время. На коммунальные услуги, на налоги. Больше ни на что не хватает. Вы следите за своими пенсионными отчислениями? Ой, честно говоря, пока нет. Недавно задавалась этим опросом. Вот, собираюсь более конкретно открывать для себя. Нет. Какой смысл? Их все равно не будет. Если будет, то 100 рублей. Жить сегодня и сейчас для большинства молодежи – не прихоть, а действительность. У подавляющей части нет возможности копить в силу маленьких зарплат, а также недоверие к финансовым институтам. Но находятся и такие, которые, несмотря на быстро меняющиеся условия банка, все же находят выходы и вкладывают в благополучие своей семьи. Мария Кузьмичева, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.